Всем привет. Представьте ситуацию. Обнаружили ваши отпечатки пальцев на орудии убийства, нашли вас и задержали. Какой самый вероятный сценарий развития событий? Вас посадят в тюрьму, даже не важно совершали вы это преступление или вас просто подставили. Отпечатки пальцев ведь неоспоримы. Это факт. А что если это все неправда и на самом деле? Не будем забегать вперед, забежим назад. Дактилоскопия. Так называется способ опознания человека по отпечаткам пальцев. Очень успешно применяется в криминалистике, находят преступников и считается, что никакой ошибки быть не может. Ведь каждый из нас слышал, что отпечатки пальцев просто не повторяются и если обнаружили ваши отпечатки, то это были именно ваши отпечатки. История дактилоскопии начинается очень давно. 221 год до нашей эры, Китай. Там использовали отпечаток пальца как подпись официальных писем. Потом Персия, 1247 год уже нашей эры и так далее. И уже к 19 веку это все практиковали. Уильям Джеймс Гершель. Один из основоположников дактилоскопии. Изучав отпечатки он пришел к выводу, что во-первых, узор не меняется ни через 10, ни даже через 20 лет. Только если вы не болеете а дерматоглифией. Это редкое генетическое заболевание, при котором у вас просто нет отпечатков пальцев. Ну или если вы их сами не удалите. Теперь у тебя не останется даже отпечатков пальцев. Твоя внешность должна быть неприметной и незапоминающейся. А во-вторых, они все разные и у каждого свой уникальный рисунок. И человека можно идентифицировать. А он разблокировался от моего пальца. Как так получилось, что сразу от моего пальца эта штука не работает что ли? Как так вышло сразу? Отличный выбор. Они хотели быть такой же, только со сканером отпечатка пальца. Почему в одном девайсе нельзя сделать вообще все функции, которые вот сразу в одном будут? Об этом же говорил Генри Фолдс, врач из Шотландии, который и ввел этот термин дактилоскопия. Молодцы, классные ребята. А что если они были неправы? В 1905 году эта теория была применена в криминалистике и людей начали вешать, сажать и так далее, если на месте преступления были обнаружены их отпечатки пальцев. Ну и хорошо, скажете вы, справедливость восторжествовала. Может быть, а может быть и нет. Тот же Генри Фолдс, который и продвигал дактилоскопию, сказал, что утверждение, мол двух одинаковых пальцев не бывает, приняли за строго научный доказанный факт. Но ведь это не так. Доказано лишь то, что в то время не смогли найти двух одинаковых пальцев у разных людей только и всего. То есть отсутствие опровержения рассматривалось как доказательство, а это антинаучно. Также он говорил, что на практике встречаются настолько сильно похожие узоры, что разница практически незаметна. Ты никогда не рассматривал свой отпечаток пальцев? Смотри, у нас они совершенно одинаковые. Вообще совершенно одинаковые. Может у нас пароль от банковского счета тоже одинаковый? В итоге получилось так, что дактилоскопия из научной сферы очень быстро перешла в руки полицейских и сыщиков. И все пошло-поехало. Все были уверены, что никакой ошибки быть не может. Все на 100% и вот даже не спорьте. Но вы не можете например прийти в Гарвард и с учеными там поговорить насчет таких исследований. Их просто нет. Американский специалист по микроскопии Дэвид Стони говорит. Широко распространенная вера в то, что рисунок популярных линий является уникальным для каждого человека является продуктом вероятностной интуиции, а не научного исследования. Если бы такие же строгие критерии, как в современной генетике применялись к дактилоскопии, этот метод перестал бы существовать. Итак, у нас есть два аргумента за то, что наши пальчики уникальны и больше таких нет. Первый. Никто вроде бы не встречал похожих узоров. И второй. Близнецы. Если у них не одинаковые узоры, то как они могут совпасть у других людей? Вопрос. Вот. Всего два аргумента. Но вот незадача. Не было исследований по сравнению отпечатков пальцев. Вот моих пальцев например нет в базе данных, а ваши есть? Ну может быть у кого-то есть. Окей. В базе есть миллионы людей, чьи отпечатки пальцев снимались. Так вот среди всех этих людей в базе никогда не проводилось никакое сравнение. Ну точнее проводилось одно, но о нем чуть позже. Сравнение идет только когда нашли отпечаток пальца где-нибудь на месте преступления и ищут по базе данных. Нашли? Хорошо. А что если у меня был совершенно такой же отпечаток пальца? Или у какого-нибудь Уннамплумбда с далеких островов? Мы же этого не можем знать. И на эту мысль меня натолкнуло следующее. У нас есть много случаев ошибочных обвинений из-за отпечатков пальцев. Давайте разберемся. Брэндон Мэйфилд, адвокат в США, был обвинен за совершение террористического акта в Испании, а именно подрыв поездов в Мадриде в 2004 году. ФБР сообщило о 100% совпадении отпечатка пальцев. Не 99,9%, а 100%. Это очень громкое заявление. Его посадили в камеру, но когда нашли отпечатки пальцев, которые действительно принадлежали террористу, ФБР просто извинилась и отпустило его через 2 недели. Проблема была в некомпетентности людей, которые что-то там напутали и не увидели очень-очень маленькие различия. Мэйфилду выплатили 2 миллиона долларов. Дальше Рене Рамон Санчес, законный иммигрант, проживавший в США. В 95 году он был обвинен за нетрезвое вождение. У него сняли отпечатки пальцев и каким-то образом перепутали их с Лео Росарио, которого обвинили за продажу кокаина. Дальше еще тупее. Рене Санчес остановили в аэропорту и арестовали, даже несмотря на то, что он совершенно не похож на того чувака, который продавал кокаин. Им было все равно, ведь отпечатки пальцев надежнее. Это не шутка и не выдуманная история. Все это хранится на сайтах с судебными делами. Стефан Коуэнс вообще просидел 6 лет в тюрьме из-за вот этой вот ошибки, пока не сделали ДНК экспертизу. А Рики Джексона вообще посадили на пожизненный срок из-за того, что нашли якобы его отпечатки и он так бы и отсидел, если бы не провели повторную экспертизу и не нашли ошибку. Но поверьте, список таких ошибок не маленький и со многими из них вы можете ознакомиться по ссылкам в описании. Но что все эти дела объединяет? Некомпетентность людей, которые утверждают, что все совпало. Да, на самом деле еще не было найдено двух совершенно одинаковых отпечатков. Зато прошлые примеры нам показали, что есть настолько сильно похожие, что их просто невозможно отличить. Так же может повлиять кривизна снятия этих самых отпечатков и виной всему человеческий фактор и ошибки. Заметьте, я не утверждаю, что это лженаука. Напротив, это очень и очень интересно, но нельзя утверждать на 100%. Ведь не было никаких исследований. Вот о чем разговор. Но кое-какое расследование все же было сделано журналом New Scientist. Массовое сомнение по поводу надежности отпечатков пальцев впервые подняли в судах в 1999 году в США. Байрон Митчелл, обвиняемый в грабеже, отрицал свою причастность. Ведь единственное доказательство это отпечатки пальцев. Отпечатки отправили в 50 разных лабораторий и некоторые из них вообще не нашли никаких совпадений. Но кого это остановило? Судье было наплевать и ему все равно вынесли приговор. После этого случая в 2003 году сделали небольшое исследование, где говорится, что из 50 тысяч случайно взятых отпечатков можно встретить допустим одинаковые отпечатки от одного и того же человека. Но так как они были сняты неправильно или была какая-то погрешность, они были друг на друга не похожи. Это все равно, что меня кто-нибудь побьет на улице и у меня останется такой огромный синячище. И я начну снимать видео, выкладываю его на ютуб и вы пишите в комментариях, а ты кто? Мы тебя не узнали, нам нужен предыдущий ведущий отписка дизлайк. А у меня просто как бы синяк стоит. Вы не узнали. Вот такая вот связь. Я возьму рандомную цифру, например 9 и скажу, что у 9% людей одинаковые отпечатки пальцев и что любой из них может подойти, отнять у вас мобильный телефон и разблокировать его. И он разблокируется. А как вы докажете, что я не прав? Вы представляете, если все-таки начнут научное исследование и найдут такие два одинаковых отпечатка пальцев, это придется пересмотреть совершенно все судебные дела, где главной уликой были отпечатки пальцев. Конечно никто этим не будет заниматься. Это если еще не рассматривать, вот это чей отпечаток? Неправильно, это отпечаток коалы. Также отпечатки обезьян тоже очень похожи на человеческие. Вы обвиняетесь в нападении на двух сотрудников охраны и кражу одного ящика наполненного бананами. Меня подставили и я отомщу. Никогда не говорите никогда, иначе будет обидно, если то, о чем вы говорили все-таки произойдет. Сами подумайте, это как так получилось, что у всех людей, когда-либо живших на земле не повторяются отпечатки пальцев? Быть может все еще глубже и мы на самом деле уникальны. Может быть наши линии на пальцах это уникальный код, прописанный нам и для каждого человека свой собственный код. Ты увяз в матрице, что за черт? Ну или нет, ведь сама дактилоскопия признает, что идентичные отпечатки все-таки могут быть. Все дело в вероятности. Если мы найдем, хорошо, а если не найдем, вот это уже какая-то фантастика. То же самое с поисками внеземного разума. Но кто сказал, что его вообще нет? Ты? Я? Я такого точно не говорил. Да и о чем говорить, если самый точный научный ДНК тест дает вот такую вот вероятность? Не сто процентов. Не сто. А про ДНК у меня есть другие интересные истории, но про них мы поговорим в другой раз. А какова мораль этого видео? Всегда ходите в перчатках, чтобы не оставить отпечатков. А если ваши отпечатки все-таки нашли на месте преступления, то лучше сядьте в тюрьму. Вы все равно никому ничего не докажете, просто время потеряете. Вот. Если вам понравилось, ставьте отпечаток большого пальца вверх внизу под видео. И я вас найду. Чему мы научились, Палмер? Не знаю, сэр. Я тоже не знаю. Научились больше этого не делать. Да, сэр. И еще бы знать, что мы сделали. Да, сэр, это сложно сказать. Я ни хрена не понимаю. Я ни хрена не знаю. 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 Продолжение следует...